GTA 4 Скрытый мир по борьбе с пиратством Привет, на связи TheGameFood и сегодня мы продолжаем разбираться в мерах по борьбе с пиратством, но уже в эпизодах из Liberty City А, усложнённая миссия какая-нибудь будет Как и в случае с GTA 4 в эпизоды разработчики внедрили три разных слоя защиты, которые были созданы для того, чтобы игру было сложнее взломать, а также как можно дольше оттянуть дату полного взлома продукта Как вы узнаете по прошлым видео, самую важную роль в этой экосистеме выполняет скрытая в недрах кода защита от сломанной Rockstar Games Она была создана лишь для одной цели, а именно скрытно следить за защитой от копирования Если она увидит, что защита от копирования сломана О, всё, пошла пьяная камера, во О, шатай, шатай, напеялся Что такое слышал? Вот, пьяная камера, да Уменьшенное здоровье двигателя, который приходит в негодность от любого незначительного столкновения И, конечно же, автогаз, при котором Луис и Джонни не при каких условиях не соизволят отпустить ногу с педали газа В очередной раз у взломщиков стояла задача не только отвязать игру от диска, но ещё и разобраться со сложной самодельной защитой от Rockstar Games И всё ради одной цели, чтобы халявщики могли запускать игру без диска, не испытывая никаких проблем Кстати, а в чём профит пиратам? С этого Просто так? Хочу отметить, что данное видео будет посвящено Энтузиастам, что-то делать, известно Ведь остальные три меры мы вдоль и поперёк уже успели изучить в прошлом видео по GTA 4 Я понимаю, там ещё, когда, допустим, ты заходишь на сайты, где там фильмы посмотреть нелицензионные Ну, ты понимаешь, о чём я говорю И там вначале идёт реклама всяких бетов И она вот в рекламу ужасная Ещё в фильм смотришь, такое нормально, всё спокойно А потом фига, какая-нибудь женщина с барабаном выскакивает и пачкает денег И начинает там верещать, как придурочная Знаешь, тут понятно, как бы реклама вот этих всех штук А тут у них в чём прикол Может, они донаты пособирают? Ну, типа, вот я работала, сделал игры Ну, раньше же не было донатов Кто хочет, киньте донаты Разве раньше было такое? Это же существовало ещё в нашем детстве И как раз таки основные глобанки Ну, раньше, в принципе, на энтузиазме делали Ну, наверное Добавить что-то новое мне к ним, к сожалению, нечего Поэтому давайте начнём новую главу с миссии Из похождений Джонни Клебица В дополнении про суровых байкеров В этом дополнении самую первую подлянку для недобросовестных игроков Разработчики решили спрятать в миссии Bad Cop Drop за Джима Фитджеральда Как эта миссия играется в обычной версии Мы встречаемся с Джимом и решаем поквитаться с продажными копами Заманив их в западню Далее мы подъезжаем к ранее озвученным врагам И провоцируем их за нами погнаться И теперь дело за малым Стараемся не умереть по пути до западни Где нам помогут разобраться с проблемой Бравые друзья из нашего байкер-клуба В обычной версии с этой миссией проблем возникнуть Ну, никак не должно Если защита от взлома сработала То недобросовестный игрок столкнется с тем Что продажные копы просто не захотят Не поедутся за Джонни А мы не хотим Ну, что вы едете за нами? Ну, пожалуйста, и едете мной Все Вроде бы и забавно, что ехать в Джоза под ней придется в спокойном темпе Но спустя какое-то расстояние игра начнет ругаться Что мы, в общем-то, отъехали от копов слишком далеко И надо бы вернуться Как вы понимаете, миссия становится непроходимой А значит и похождения халявщика по сюжету должны закончиться именно на этом месте Я уверен, что первым делом недобросовестный игрок попытался бы сдвинуть их машину с места Но это невозможно Так как у игроки, они взяли, да и приклеили автомобиль на мертво к земле Тут даже не имеет смысла брать что-то потяжелее Как, например, многотонный рейсовый автобус Что бы вы ни делали, полицейский Буффало ни при каких обстоятельствах О, они вышли Ой, они загорели Ой И даже не старайтесь выкинуть копов из машины Дверь, как и в обычной Так они сами вышли только что Из автобуса В смысле? Да и так, ровным счетом, все равно ничего не сделать А знаете, что может победить скрип с приклеиванием машины к земле? Вы удивитесь, но это смерть главного героя А, и они сразу вышли, смотри Таким способом миссию все равно не пройдешь Ммм Если бы, конечно, перескочить через прошлую сломанную миссию То следующая пакость его ждала в миссии оффроуд за Томаса Стапса Третьего Напомню, что в этой миссии Стапс просит нас освободить некоторых арестованных людей Которых вот-вот должны доставить из полицейского участка в тюрьму в специальном автобусе Что делает в этом случае обычный игрок? Он приезжает к полицейскому участку и зачищает площадку от множества копов и федералов Затем он садится в автобус и пытается уйти от полицейской погони Как только на хвосте больше не висят копы, игрок доставляет заключенных в безопасное место и считай, миссия пройдена Что делает в этом случае халявщик с неполноценным кряком Но в принципе все то же самое Разработчики подготовили для него маленький подарочек в виде почти что сломанного автобуса А, ты просто их не увезешь А если другой подогнать? Если уж быть совсем точным, то они уменьшили здоровье двигателя и бензобака до каких-то жалких 50 единиц Ой, вези-вези, удачи себе О, да Два метра проедешь, до свидания Нужно, получается, что нигде не врезаться Не знаю, чем там думали разработчики, но при таком раскладе миссию можно очень даже пройти Все, что вам надо, так это избегать ударов, переключаясь в область мотора Только мотор нельзя Все Я не шучу, мне удалось пройти эту миссию дважды Но я не совру, если скажу, что перепроходил ее не раз В целом, мне кажется, что разработчики и не сильно тестировали эту подлянку перед релизом А иначе, как объяснить то, что они не рассчитали, что автобус в мире является довольно-таки крепким транспортом Еще забавнее на этом фоне выглядит и то, что они напрочь забыли, что у этого автобуса в этой миссии Присвоена, как-никак, защита от попадания пуль А, класс, да, они же супер крепкий То, поверьте мне, это было бы куда крышесноснее Эта миссия превратилась бы в настоящую пытку для пирата Но, увы, вместо этого разработчики сделали из нее единственную миссию, которую можно пройти с подлянкой на борту Может быть, пираты даже не заметили Кажется, сложнее придется не врезаться Да не, можно врезаться, главное не двигатель А, она не активная А, она не активная Иными словами, место, где миссия ломается, разработчики выбрали, но само пакость они почему-то не прописали Скорее всего, в некоторых со взломанной версии этот звонок просто бы не состоялся А значит, миссию было бы невозможно пройти Интересно и то, что из GTA 4 в это дополнение перекочевала и мера по борьбе с пиратством Связанная с невозможностью воспользоваться любым стационарным компьютером в игре То есть, нажимая на кнопку действия рядом со компьютером, игрок увидит, что в игре ничего не произойдет А значит и весь контент, связанный с интернетом для недобросовестного игрока будет так же закрыт, как и в GTA 4 Но тут есть одно важное но Если в базовой игре данная мера была напрямую связана с невозможностью пройти некоторые сюжетные миссии То в дополнение штабайкеров она является по большому счету бессмысленной В основном игрока просто лишают серфинга в интернете и на прохождение игры это никак не влияет Так как в этом дополнении миссий, связанных с интернетом, нет Такую же участь ждала и подлянку, оставленную в скриптах полицейского компьютера Как и в случае с GTA 4, недобросовестный игрок не сможет воспользоваться полицейским компьютером, сидя в полицейской машине По большому счету данное ограничение тоже ни на что не влияет В этом дополнении через полицейский компьютер Джонни не имеет возможности не ловить особо опасных преступников Сделали подляну называется Тебе больно надо Все, чего лишили игрока в не до конца взломанной версии, так это тупо вызвать подмогу Что, как мы знаем, является бесполезной функцией В общем, с байкерами мы разобрались, а значит теперь самое время поговорить о следующем дополнении Кроме первой миссии самой Первой миссией, где разработчики внедрили хитрую подлянку, стало задание под названием Practice Swing, которое выдает нам сам Тони Принц Напомню, что во время этой миссии мы узнаем, что Тони продал свой бизнес сразу двоим покупателям И поэтому нам срочно надо ехать на встречу с одним из них в гольф-клуб, чтобы разруливать ситуацию По приезде в гольф-клуб мы наблюдаем за тем, как покупатель в лице Рокко пытается выбить информацию из представителя профсоюза Бросая в последнего гольф мячами Однако безрезультатно, так как Рокко не особо-то и попадает и просит нас ему в этом помочь В обычной игре это сделать абсолютно несложно Игроку всего-то и надо взвестись на бедолагу и кинуть мяч тогда, когда белая полоска будет находиться как можно ближе к черной И если он сделал все правильно, то ему покажут, куда именно он попал в гольф-мячом Сделайте так три раза и запустится следующая часть миссии, чего не скажешь про не до конца взломанную версию игры Что невозможно попасть? Суть подлянки заключается в том, что игра ни при каких условиях не засчитывает урон по представителям профсоюза Игрок не старался кинуть мяч в нужный момент, игре этого будет недостаточно и мяч просто отскочит от бедолаги, не нанеся ему никакого уровня Ничего, пофиг, пофиг Так как игрок будет всегда якобы мазать, Рока будет постоянно высказывать свое недовольство по поводу отвратительной игры Луиса в гольф А Тони будет давать бесполезные советы, как стать ему лучше Естественно, в какой-то момент у игрока могут сдать нервы и он попытается покинуть миссию Увы, игра просто так не даст ему выйти из этой мини-игры Ааа, все, ты застрял Ты застрял Это можно сделать только при помощи перезагрузки сохранения А иначе придется вечно кидать эти мячи на этом поле и выслушивать советы Тони Прикинь, я думаю, что вагона игра, блин! Если ты добросовестный игрок каким-то образом перескочил за поротую миссию, то следующий, не менее интересный суббриз Его поджидает в миссии Number 3 за море кибуца Напомню, что перед тем, как начинается основное задание, мы в очередной раз наблюдаем за словесной перепалкой между Мори и Луисом Как только страсти стихают, Мори предлагает нам хорошо провести время Как мы помним, данное времяпрепровождение связано со спортивными машинами, которые ожидают нас рядом с Миддл Парком Перед тем, как начать веселиться, нам надо воспользоваться данной платформой и опустить машину как для Плюси, так и для себя любимого на Землю Ну а дальше, вы знаете сами, происходит шумовая погода с полицией и последующий уход от полицейского вертолета на высоких скоростях Думаете, разработчики позволили бы халявщику полноценно насладиться этой миссией? Я кричу, полноформа не пустится, да? Как только он подойдет к пульту управления платформой, то ему быстро придет осознание того, что игра не позволяет с ней взаимодействовать Я не шучу, я пытался нажать на все кнопки и ничего не выяснил В целом, считайте, что миссия провалена и никак не подлежит Ну даже если ты залезешь, а как ты с машины съездишь оттуда? Села, поехала А тебе же нужно не только, ладно, твоя машина, тебе же нужно ему еще опустить Он же не залезет и не поедет, понимаешь? К хождению, а значит, горе игроку придется снова искать сохранение Плаки-плаки Следующую пакость разработчики бережно запихали в культовую предпоследнюю миссию Parties Over за Рокко Пелоси Надеясь, что до этого момента у халявщика хватит терпения пройти игру В обычной версии, что миссия протекает довольно сумбурно Сначала мы болтаем со злобными людьми в общественном туалете Затем мы с ними болтаем уже в клубе Тони Затем отбиваемся от полчища уже других незваных злодеев в клубе Ну а под конец миссии Тони в гневе просто уходит пешком домой Реклама спорта прям вообще Знаете, как разработчики хотели проучить недобросовестного игрока? Очень элегантно Как только клуб начнут брать штурмом враги Готовьтесь внезапно во время перестрелки увидеть сообщение Что Тони скоропостижно скончался и миссия провалится Жесть Естественно, в такой самотоке понять, в чем подбог довольно сложно Но если хорошенько присмотреться То как только игрок убивает третьего врага в клубе То игра моментально награждает Тони сердечным приступом После чего он с треском падает на землю Обойти это ограничение невозможно А значит, халявщик может тупо забыть про возможность пройти Сейчас у вас игра закончена Я вообще не мучился Там все игры То есть все С первой же уже Подлянки Это все Да, да, да Я не знаю, как минимум с этой проблемой в прошлом Но мы поговорим об этом чуть позже Сейчас же я хочу акцентировать ваше внимание на том, что В этом дополнении из основной игры перекочевала только Подлянка в скриптах полицейского компьютера Которая в дополнении Они договорились, что она же вроде не сильно важная Что не влияет, кроме как на вызов подмоги Да, да, вы правильно поняли По какой-то причине разработчики в этом дополнении Решили убрать меру по борьбе с пиратством Из скриптов по управлению персональностью Ты можешь даже в интернет заходить Смотри Это очень странно, ведь в этом дополнении на ПК Завязана аж целая миссия под названием Они ее дали пройти, получается А точнее, ее первая часть По лору игры, про нас и наши клубы Пишет какую-то несуразицу некий блогер Что сильно портит имидж нашего бизнеса Чтобы разобраться с этой проблемой Мы должны зайти к нему на сайт И оставить комментарий с призывом Выйти с нами на связь То есть убрав эту меру по борьбе с пиратством Разработчики сделали эту миссию Может они немножко контента засыпали пиратам Типа ну ладно, играйте, в этом можно Почему они как поступили именно в балладе Та еще загадка И на этом меры по борьбе с пиратством Пьяненькая камера снова Как вы могли заметить Rockstar Games сделали все возможное Чтобы усложнить взломщикам жизнь В свою очередь вторым надо было быть Предельно внимательными Потому что, например, можно избавиться От пьяной камеры Но при этом не заметить Что игра ломает сюжетные миссии Нужно припроходить ее самому Что-то упустить И тогда, спустя какое-то время Испытывать какие-то отдельные подлянки Вариаций было полно Да и сама защита А поэтому они делали несколько уровней защиты Видишь? Типа одну обошел, что потом было сложно А повлияла ли эта хитрая трехуровневая система защиты На скорость слома дополнения Вы удивитесь, но еще как повлияло В те времена игры зачастую ломали Либо в день релиза Либо вообще перед релизом Издатели, как и разработчики Несли колоссальные убытки Очень редко, когда защита В то время могла продержаться Хотя бы один день А знаете, сколько продержались эпизоды Из Ливерс Сити? Сколько? Нет Аж целых 4 дня Оооо Четыре дня заработали денег И это был безумный успех Для Rockstar Games Блин Четыре дня Правда я, пацаны Недобросовестные игроки Сразу получили полностью Работоспособный кряк То есть, произошло не так Как было с GTA 4 Которую стали взламывать В первый день все, кому не лень Из-за чего в руки игроков Попала не до конца Взломанная версия игры В целом, все остались довольны Но все ли на самом деле Было так гладко К сожалению, иногда От антипиратских мер Страдали те, кто добросовестно Купил игру в магазине И не использовал никаких кряков Печалька Спровоцировать антипиратские мер Было даже обычный антивирус Как, например, Big Defender Который каким-то образом Вмешивался в работу защиты игры Он пишет Это все Билл в рот Там такая херня После длительного времени Поиска проблемы фанатами игры Благо, потом этот баг поправили Помнишь, в GTA 4 классно Был разрушающий машин Да? Да Тебе нравилось? Мне нравилось, да Слушай, хорошо, хоть есть форумы Что люди сами попробовали Написали, что попробуют Ключение антивирусов Такую проблему именно в эпизодах И что-то подсказывает мне Что разработчики усиливали Свою фирменную защиту К выходу этого дополнения Также защита от взлома Срабатывала и после того Как добросовестные игроки Устанавливали различные модификации Выражалось это в одном единственном нюансе А именно в невозможности Пройти миссию Parties Over Из-за знакомой нам подлянки Вот там было написано Что третий чувак убивает И он умирает И на приступах Почему виноваты были именно моды? Да потому что Многим людям помогла решить проблему Банальная переустановка игры Без последующей А видимо он моды рассматривал Какой-то может взлом Или какой-то другой сторонний контент Частью для игроков Будучи эта проблема Как-то решилась сама И проблем с этим Больше ни у кого не возникало Еще можно отметить Что на ранних патчах Антипиратские меры Очень редко могли сработать Просто так Блин, тебе можно прыгнуть С этого раза так два Точно пострадал С другой стороны С новыми патчами Это вроде как поправили Довольно забавно Что от мер по борьбе с пиратством В эпизодах страдали Больше именно добросовестные игроки Нежели пираты Возможно такова была цена За то, чтобы протянуть Дату полного взлома игры Хотя, наверное Можно было ее уже И вырезать После полного взлома игры Но тут, так сказать Уже не нам было решать И пока я не забыл Я хотел бы поблагодарить Зулика За помощь В активации Подлянок С криптах Миссии Без него Это видео Вряд ли бы состоялось Благодарю тебя за просмотр Буду рад Если ты перейдешь Короче, я не знаю Да, Аривидерчи Это Я не знаю На самом деле Все равно В основном Разработчики делают эту игру Они рассчитывают на свой же рынок А мне кажется Ну блин, ты живешь в Америке У тебя в принципе достаточно денег Чтобы позволить себе купить игру Даже если она стоит 20 долларов Или 30 долларов Сколько она может стоить Я думаю, что они там собираются взламывать В любом случае взломают Ну, как бы Я не думаю, что вы сильно рассчитывали Там на СНГ страны Которые сидят Какие-то там вот эти вот Бесконечные пиратские контенты Те, кто не собирается покупать В любом случае не собирается покупать Ты не всегда будешь ждать взлома Ну, да Ты все равно Те, кто захочет То есть, знаешь Если у тебя нормальное количество денег Нормально зарабатывают Зачем тебе долбаться Рисковать Скачать зломанную версию Вдруг там тебе вирус Ну, вирусов напихают Это большая вероятность Ты уже заплатишь эти деньги И будешь сидеть спокойно Просто потом обидно Когда ты заплатил деньги Все нормально купил А у тебя потом такая кака вылазит Это вообще жесть Это такое типа А что в смысле?